Друзья с царем Мы имеем представление, как это сделать, но давайте откроем слово, чтобы понять это лучше Давайте сделаем так, чтобы царь улыбался В Библии есть две группы, которые Бог выбрал для своих уникальных целей на земле Очевидно, что это еврейский народ Мы сталкиваемся с этим в самом начале Библии в бытии Бог сказал Аврааму Если ты оставишь свой дом и пойдешь в землю, которую я покажу тебе То я сделаю из тебя народ Твои потомки будут так многочисленны, как звезды на небе или песок морской И все люди на земле благословятся через тебя Вот так обещание Можете представить, чтобы все люди на земле благословились через вас? Это поразительно И Авраам идет на это и следует за Господом В первых главах бытия мы знакомимся с Авраамом, Исааком и Иаковом, патриарками еврейского народа Затем появляются 12 колен и начинается история еврейского народа Еврейский народ — это система доставки Божьего плана искупления на землю Наш Мессия Иисус был настоящим иудеем Благодаря евреям у нас есть Писание, закон, миссия, искупление И мы посмотрим на исход 19 главу Из всех народов лишь вы будете моим драгоценным достоянием Вся земля моя, но вы будете у меня царством священников, святым народом Скажи это израилетянам Бог сказал евреям, вы не похожи на другие народы Вы мое драгоценное достояние, вы уникальны Вы царство священников и святой народ Не просто народ, а святой народ Но реальность была в том, что евреи не хотели быть другими Они не хотели быть уникальными Они хотели быть такими, как другие народы Но они уже не такие, они другие Бог избрал их, а с этим на них свалилась ответственность Нельзя иметь благословение и игнорировать ответственность Это проблема и современной церкви Посмотрите на первую книгу царств, восьмую главу Самуил был последним судей Когда Моисей вывел людей из Египта И когда они заняли наконец землю обетованную То четыреста лет там не было монархии То есть не было правителя Когда нужны были силы, всех колен Бог поднимал лидера Именно об этом книга судей Гедеон, Самсон, Девора, Ворак Но при этом Бог остался царем своего народа Он говорил, я дам вам все, что вам нужно Я дам вам дождь, чтобы у вас был урожай Я защищу вас от врага И последним судьей был Самуил Он был выдающейся фигурой Ветхого Завета Лидеры колен Израиля пришли и сказали Самуилу Мы больше не хотим, чтобы ты был нашим лидером Услышать такое было нелегко Люди не хотели слушать Самуила и сказали Поставь над нами царя И тогда мы будем, как все остальные народы Царь будет вести нас за собой и сражаться за нас Мы не хотим ничем отличаться Мы хотим быть такими, как и все остальные Но перед тем, как показывать пальцем на евреев Хочу кое-что сказать Вторая группа людей, избранных Богом, это церковь Мы не заменили евреев Библия говорит, что мы были привиты к Божьей маслине Он не срезал старое дерево, чтобы посадить новое Если вы привили ветку к дереву, то она здорова настолько Насколько здорова корневая система дерева Итак, Бог не заменил еврейский народ церковью Церковь — это не деноминация или здание Церковь вмещает в себя людей из всех народов и языков Которые выбрали Иисуса Христа Господом своей жизни Иисус — глава Церкви В первом послании Петра, это уже в Новом Завете, сказано, что мы род избранный, царственное священство Святой народ — люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать его великих делах Он призвал нас из тьмы в свой чудесный свет Очень похоже на то, что Бог сказал евреям в исходе Вы род избранный, царственное священство, святой народ Вас объединяет не общий язык или территория, а господство Иисуса Христа в вашей жизни Он — глава Церкви А далее, в Деянии, говорится, Петр начал говорить Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен и в каждом народе Ему угоден тот, кто боится его и поступает по правде Это невероятный сдвиг в понимании Петром его веры, а также его отношения с Богом До прихода в дом Корнилия он был уверен, что у Бога есть любимчики, и это только евреи И в доме Корнилия после серии сверхъестественных Божьих вмешательств Все закончилось излиянием Святого Духа Полностью повторив события второй главы Деяния Петр говорит Теперь я понимаю, что у Бога нет любимчиков Это невероятный сдвиг в истории о Боге Но проблема в том, что как евреи не хотели отличаться Так и церковь часто не хочет отличаться от других Мы хотим быть такими, как остальные Мы, конечно, хотим собираться в своих зданиях Пить наши песни и иметь какой-то секретный кодекс Но в повседневной жизни мы не хотим, чтобы нас считали какими-то другими Мы хотим быть такими же, как и все остальные А если мы хотим дружить с Богом, то нам нужно понять, что мы не такие, как другие Бог избрал нас Не мы избрали его Это дает нам другой образ жизни А не только возможность собираться по воскресенью Очень много современная церковь говорит о том, как взаимодействовать с миром Я согласен с тем, что нам необходимо говорить и взаимодействовать с людьми в обществе Не критиковать и не осуждать их Но при этом мы остаемся другими Нам нужно иметь смелость, чтобы говорить правду друг другу Бог есть, грех все еще есть Вы не можете жить как попало И быть при этом другом царя До конца проповеди я успею зацепить всех Поэтому если я уже вас зацепил, то в этом нет ничего страшного Мы служим нашему царю, стараясь угодить особой публике И это важно знать Как мы это делаем Самый простой, известный мне способ Это любить то, что любит Бог Вот как я понимаю дружбу Если я ваш друг То я должен понимать, что вам нравится И я постараюсь узнать об этом побольше Чтобы мы могли об этом как следует поговорить Может меня самого это не интересует Но если я ваш друг Я должен в этом разобраться Чтобы хотя бы поддержать разговор А если я хочу быть другом Бога То мне нужно полюбить то, что любит Он В этом нет ничего сложного Нельзя ненавидеть людей И говорить при этом, что вы любите Бога Нельзя злиться на церковь и говорить, что вы любите Иисуса Ведь Он глава церкви Церковь это Его идея И это изменило мою жизнь Я думал, что церковь это вмешательство и помеха Когда мне объяснили, что любить Иисуса Значит, вкладывать в Его церковь Это изменило всю мою жизнь Я поверил в Бога, не в церкви Люди, которые наставляли и направляли меня Не были классическими представителями церкви Мне пришлось изменить свой взгляд Так и мы, злясь на людей Божиих, не понимаем Почему у нас нет нормальных отношений с Ним Бог любит Иисуса, поэтому вам нужно научиться Любить Иисуса Вы рады, что вы к этому уже готовы? На самом деле, все не так уж и сложно Нам нужно научиться Любить нашего Иисуса Современный мир очень сильно Противится этому Я привел вам несколько примеров Ваших конспектах Крещение Иисуса Когда Иисус вышел из воды С неба прозвучал голос Ты, Сын, мой возлюбленный, и в Тебе мое благоволение Я крестил сотни людей Я видел, как родители радовались Бабушки и дедушки плакали Или люди кричали Слава Богу, и хлопали при этом Но я еще не видел, чтобы с неба спустился Дух Святой И Бог сказал, это мой ребенок И я его люблю Это было бы очень сильным подкреплением Марка 9 глава Иисус идет с Петром, Иаковом и Иоанном На высокую гору, где-то в северной части Израиля Спустя какое-то время Они наконец поднялись, и Иисус начинает преображаться Он начал сиять, светиться Стал ослепительно белым И к нему пришли Моисей и Илья, чтобы поболтать Тут появилось облако и накрыло их И из облака прозвучал голос Это мой любимый сын Слушайтесь только его Кому были обращены эти слова? Не к Иисусу, не к Моисею и Илье, а к ученикам Это мой любимый сын Получается, что главное задание для учеников Было не столько теологическим Они должны были научиться любить Иисуса Осознав при этом, кто Он такой Друзья, это наше с вами задание Мы, люди Иисуса Вместе с нами Вы получаете Иисуса Мы Божий народ И мы должны этим гордиться Спасибо за ваше внимание Сложно поверить, что уже конец 18-го года Кажется, совсем недавно мы праздновали Новый год И стояли на Божьих обетованиях Бог сдержал свое слово И у нас был прекрасный год Мы видели, как Бог двигался невероятным образом Недавно я был в Иерусалиме У американского посольства Это было библейское чудо, которое я не надеялся увидеть в своей жизни А сейчас это уже место, у которого фотографируются обычные туристы Бог верный, и вы можете Ему доверять Бог продолжает открывать двери для нашего служения Радиостанция Сами связываются с нами, чтобы запустить нашу программу по всей стране Благодаря нашим программам и ресурсам Нас часто приглашают в разные места, чтобы проповедовать там Евангелие Благодаря спутниковому телевидению Наши программы выходят в эфир в Европе, в Азии А также к нашей программе имеют доступ более 200 миллионов русскоязычных зрителей Это похоже на время сжатвы для нас Это также очень важный сезон, когда нужно нести истину об Иисусе С ясностью, простотой и смелостью Я верю, что Бог готовил нас к этому и божественным образом соединил нас вместе для этой великой цели Я приглашаю вас помолиться о том, чтобы инвестировать в это служение Мы уже строим планы на следующий год Бог открывает для нас новые двери и обеспечение является очень важной частью этой работы Один из наших партнеров решил подарить нам 250 тысяч долларов Каждый доллар, который вы даете, удвоится, потому что вы инвестируете в Царство Божие Ваше партнерство очень важно для нас Поэтому хочу сказать спасибо за вашу верность и щедрость И я хочу помолиться за вас Отец наш Небесный, спасибо за возможность для проповеди Евангелия в это время Помоги нам оставаться верными и смело двигаться вперед к Тебе Во имя Иисуса, аминь Благословения вам Благодаря щедрым зрителям, как вы, наше служение транслирует Эту программу зрителям по всему миру Наше вещание существует благодаря вам Помогите нам приносить послания пастора, позвонив или посетив наш веб-сайт, чтобы пожертвовать В знак благодарности за ваше даяние Мы отправим цикл посланий пастора «Плоды креста» и наш рождественский подарок из Иерусалима Отправьте нам 50 и более долларов, и мы отправим вам книгу пастора Аллена «Плоды креста» И помните, что сила креста побеждает зло Крест даст вам свободу Спасибо за поддержку нашего служения Вместе мы меняем мир Величайшее доказательство моей любви к Богу Это мое взаимодействие с Его людьми Дело не в теологии и не в том, как часто я читаю Библию Все это, конечно же, ценно, но Главная оценка моих отношений с Богом – это мое взаимодействие с людьми Я решил показать вам несколько практических шагов, если вы хотите как-то оживить свою духовную жизнь Послание к Колоссинам, 3 глава Будьте снисходительны друг к другу, прощайте друг друга, если кто на кого имеет обиды Современный мир считает, что быть снисходительным – это быть толерантным Но слово «толерантный» настолько утратило свое значение, что мне больше нравится слово «снисходительный» Правда в том, что не все в царстве вам нравятся У нас разные характеры, вкусы, предпочтения Маловероятно, что в группе из 200 человек вам понравятся все Вы можете любить их Но не со всеми вы хотите проводить свое время Нам нужно быть снисходительными А не вести себя как дикари Нужно научиться выносить друг друга Мы разные Вам нравится одна музыка, мне другая Но мы можем вместе поклоняться Господу Нас могут воодушевлять разные вещи Но мы все еще можем стоять рука об руку, как друзья Иисуса А еще мы должны прощать друг друга Прощение – это одна из сильных вещей в Писании Прощение предполагает, что наше поведение друг с другом не всегда хорошее или уместное И в случае неуместного поведения появляется рана Если вас обидели, то появляется такое отношение Я не отпущу тебя, пока ты не сделаешь того, что удовлетворит меня Пока ты не извинишься так, как нравится мне А до тех пор я не буду отпускать тебя Я даже могу возненавидеть тебя, потому что ты плохо поступил со мною И у меня есть все основания для обиды А прощение говорит, я аннулирую этот долг Я освобождаю тебя от всех обязанностей по отношению ко мне Но прощение не означает, что я допускаю такое поведение Прощение не говорит Да, ты был прав Нет, это не прощение А также прощение Не означает, что мне нужно становиться в очередь за новой порцией неуместного поведения Прощение означает Я аннулирую твой долг, потому что у меня полно своих долгов Мне нужно Божие прощение, поэтому я тебя отпускаю Если вы долго живете с обидой, то они становятся частью вас А гнев, обида и горечь становятся вашими отличительными чертами Свобода приходит, когда вы отпускаете человека Больше всего злит, когда вы обижены на кого-то, а он не замечает Бывали в таких ситуациях, да? Кто-то вас обидел, и вы решили игнорировать его, а он не заметил, что вы его игнорируете Тогда вы игнорируете его уже громче Если вы будете делать так довольно долго, то всплывет законный вопрос Что-то случилось На него мы всегда отвечаем Да нет, чего это ты взял? Может, потому что ты уже три дня? Сопишь, как дымоход? Итак, первое правило Будьте снисходительны друг ко другу и прощайте друг другу все ваши обиды Прощайте так, как Господь вас простил Второе такое же серьезное Первое послание Фессалоники, Цемпятая глава Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга Всех без исключения, как вы и делаете Это из перевода послания Говорите друг другу ободрительные слова Думаю, мужчинам это сложнее Не знаю почему Может, мы не такие ободряющие Если я говорю на эту тему с мужчинами То кто-то обязательно скажет Я хочу ободрять больше Но мне кажется, это будет не искренне Мы чувствуем себя более искренними Когда подбиваем кого-то на бунт Не хочу быть пустословом Потому что не все в нашей жизни следует ободрять и поощрять Поэтому нам нужно уметь различать, а также нам нужно искреннее сострадание к другим людям Господь Помоги мне увидеть в жизни того человека то, что я мог бы ободрить или поощрить Не нужно много мудрости, чтобы быть критиком Но вам нужна мудрость Чтобы научиться ободрять других Грустная правда в том, что церковь идет по полю боя В поисках раненых, а потом мы их казним Человек упал, и у нас даже есть фото У меня есть фото и моих падений, но Господь простил меня И поэтому я прощаю вас Я не говорю о небрежной жизни Нам нужно стать ободрителями мирового уровня Но для этого вам нужно Немного переступить через себя Я хочу, чтобы кто-то меня ободрил Замолчи! Я читаю отзывы людей, которые приходят в нашу церковь Никто со мной не заговорил У нас есть люди, встречающие на парковке, у входа в здание, в самом здании И некоторые из них такие дружелюбные, что если бы они заговорили со стульями, стулья ответили бы им Возможно, вы пришли под прикрытием, обойдя всех улыбающихся людей, и никто не заговорил с вами Но если бы вы заговорили с шестью людьми, то я гарантирую, что хотя бы один из них поговорил с вами А если вы незаметно проскользнули и говорите «привет», так же мы воспринимаем ободрение Если вы попросите Бога сделать вас тем, кто ободряет других, то я вам обещаю, что найдется тот Кто все же ободрит вас, будьте снисходительны и ободряйте друг друга Десятая глава к евреям Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку Будем ободрять друг друга Особенно видя, что день уже приближается Это призыв к жизни сообща Не просто посещение церкви Вы можете посещать церковь и при этом не быть причастными Вы можете приходить в церковь, слушать проповедь, петь песни, но при этом не быть частью сообщества Сообщество — это группа людей, которая знает вас, а вы знаете их и разрешаете быть в вашей жизни Чтобы жить в сообществе, нужно придерживаться того, что сказано в послании к Колоссинам Потому что в сообществе может случиться всякое Сообщество поддерживает вас Во всех взлетах и падениях, победах и трудностях мы нуждаемся друг к другу Быть последователем Христа — это больше, чем теология или публичные собрания В вашей жизни не так много места для настоящего сообщества и общения У вас много знакомых, но вы не хотите делиться своей жизнью с пятьюстами людьми Но иногда бывает так, что люди, с которыми я хочу общаться, меня не хотят У меня иногда тоже бывает такая проблема Меня не приглашают в Белый дом, чтобы вести там изучение Библии Но меня зовут Вамбар И я рад туда пойти Я решил честовать людей, с которыми свел меня Бог Было время, когда я думал, что счастье — это быть подальше отсюда Я мечтал побыстрее вырваться отсюда Но Бог с помощью череды событий изменил меня И сейчас радость моей жизни — это служить людям именно в этом месте Живите в общении друг с другом Не тратьте жизнь на обиду на тех людей, которые не принимают вас Откройте свою жизнь тем, кто рад вам, и вы увидите, что сделает Бог Дьявол прекрасно справляется с тем, чтобы приносить нам недовольство Мы нуждаемся друг в друге Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб Если вы ворчите, то это уже не гостеприимство Гостеприимство? Это открыть свой дом и жизнь для людей Это искусство, которое сегодня исчезает Мы общаемся разными способами, но открыть свой дом для кого-то Не обязательно быть смартой стюард Не обязательно жить в классически украшенном доме Нам не обязательно равняться на кого-то Если вы так делаете, то придя домой, встаньте во дворе с белым флагом Если кто-то спросит вас, что вы делаете, скажите «Я сдаюсь!» Телезвезды победили Их телевизор больше, их дети ходят в правильную школу Поэтому я уступаю им первое место и ухожу на второе Вы просто боитесь открыть свою жизнь другим людям, потому что они сами пекут хлеб Делают собственный сыр, а я ем сырные кольца и пью газировку Что же они обо мне подумают? Может, они захотят, чтобы я поделился с ними сырными кольцами? Откройте людям свою жизнь, и это ее изменит Потому что Иисуса волнуют люди Это можно сделать так просто Вы можете выйти к своему почтовому ящику за почтой и увидеть своего соседа И у вас есть выбор убежать поскорее, чтобы не говорить с ним Или потратить всего 10 минут и искренне выслушать, что происходит в его жизни Не нужно его исправлять или корректировать Просто выслушайте Может, у вас будет возможность коротко помолиться за него Так вы проявляете гостеприимство и показываете ценность Можете проделать это с коллегой или соседом или с другом Гостеприимство изменит вашу жизнь Ну и последнее Это осуждение И так очевидно Что Бог призвал вас жить в свободе Но убедитесь в том, что не используете эту свободу, дабы делать все, что вам придет в голову Лучше используйте эту свободу, чтобы служить друг другу во любви Иисус умер, чтобы принести нам свободу Но если нам все позволено, то не значит, что нужно все делать Писание призывает нас использовать эту свободу во Христе, чтобы служить каждой друг другу И это величайшая привилегия Вы хотите быть друзьями царя? Если он вам улыбается, то уже не важно, что говорят все остальные Если Бог за вас, то кому, какое дело, кто против вас? Это величайшая привилегия И мы можем это сделать Вы уже это делаете, но можно делать это лучше Дорогие друзья, я хочу призвать вас к одной цели Она проста Не живите невзгодами и не живите разочарованием Все это происходит с нами И о тех вещах, которые мы не ожидаем и не приглашаем и не хотим Иногда это связано с отношениями, с болезнями, с работой У нас боль и раны Если мы сами не сдадимся перед бедами, то однажды они уйдут Бог освободит, исцелит сокрушенное сердце и даст новое будущее Давайте я помолюсь за вас, чтобы Божья сила вознесла вас на новый уровень Отец, спасибо за твою милость, благодать и силу Во имя Иисуса да придут надежда и цельность в жизнь людей Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам Подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном Субтитры создавал DimaTorzok